Здравствуйте! В эфире Экспертиза, программа о том, что полезно знать о товарах и услугах. Сегодня вы узнаете, на что проверяли самые востребованные пасхальные продукты, творог и куриные яйца, лаборатория Нижегородского центра Росстандарта. Первые итоги акции – качественный шиномонтаж. Зачем проверять точность работы оборудования автомастерских и кто получил специальные наклейки качества. Расскажем, какие нижегородские хлеба стали лучшими в России, причем здесь национальная система сертификации. А также в рамках нашей постоянной рубрики про покупки эксперт расскажет, как защитить свои потребительские права и ответит на самые частые вопросы наших телезрителей. В рамках рейда по мониторингу качества молочной продукции, который проводился активистами-общественниками, в лаборатории были исследованы пять образцов творога в прошлом году. И только два из них успешно прошли испытания. Накануне Пасхи мы вновь решили проверить качество этого продукта и сдали на исследование в аккредитованной лаборатории четыре образца творога и три образца куриных яиц. От 33 до 70 рублей – таков разбег цен на творог. На всех этикетках стоит ГОСТ. Состав везде одинаковый – молоко и закваска. Берем три образца из разных ценовых категорий. Среди них есть и участник национальной системы сертификации. Четвертый образец сделан ПТУ. Папа он к нам в корзину не случайно. На прошлых испытаниях этот производитель себя уже скомпрометировал. Осталось выбрать яйца. Сегодня в нашу лабораторию испытательного центра поступили на испытание четыре образца творога различных производителей и три образца куриных яиц первой категории, которые будут испытываться по физико-химическим показателям, показателям безопасности. И основные вопросы, которые перед нами поставлены – это наличие растительных жиров и растительных белков в этих продуктах. Чистая и целая скорлупа, отсутствие посторонних запахов, прозрачность и текучесть белка, вес, который соответствует каждой категории – все эти показатели прописаны в ГОСТе. Мы начнем с взвешивания яиц. Образец номер один. Все наши пробы первой категории, поэтому вес каждого яйца должен быть от 55 граммов до 64,9. Вот в этом интервале. 56,87. Соответствует. Соответствует. Дальше все три образца помещаются на авоскоп. Такой прибор, кстати, есть в некоторых магазинах и на рынках. Главное – уметь им пользоваться. С помощью него можно оценить воздушную камеру яйца на просвет. Если воздушная камера большая и подвижная, то значит яйцо уже недостаточно свежее. Переходим к качеству творога. Первое, на что стоит обратить внимание – это знак ГОСТа на упаковке. Я бы как потребитель выбрала творог, приготовленный по ГОСТу. Но сейчас у нас разрешено выпускать продукцию по техническим условиям. Это дает возможность производителям делать различные добавки для того, чтобы дешеветь продукт. Чаще всего в твороге обнаруживаются растительные жиры. Есть ли в твороге растительный жир, можно определить только в лаборатории. А вот выяснить, есть ли в нем крахмал, можно и дома. Мы можем взять небольшой кусочек. И мы возьмем раствор йода и капнем на него небольшую капельку. Как только начинает темнеть, то это значит, что в твороге присутствует какой-то крахмал. Невооруженным глазом видно, что один образец потемнел. Это уже говорит о том, что продукт испытаний не прошел. Как покажут себя остальные образцы и будет ли в них найден пальмовый жир, узнаете уже в конце выпуска. Обвесили, обсчитали, продали некачественный товар. Куда жаловаться обманутым покупателям? Актуальные вопросы, связанные с законом о защите прав потребителей, будем разбирать в нашей постоянной рубрике про покупки. Прямо сейчас у нас на связи Татьяна Евгеньевна Печинкина, представитель общественной организации, которая занимается защитой прав потребителей. Татьяна Евгеньевна, добрый день. Первый вопрос от меня. Скажите, пожалуйста, где можно посмотреть документы, которые подтверждают качество мяса? Скоро все будут покупать мясо для шашлыков? Мы, конечно, все готовимся к лету. И мясо для шашлыка не самый последний момент. Нужно обратить внимание на то, во-первых, как одет продавец. Он должен быть одет в спецформе. Это, как минимум, куртка и закрытые волосы. Далее. На мясо вы можете у продавца спросить ветеринарные документы. Покупая разливной квас, информации практически никакой. Где искать информацию и состав? На квас потребитель имеет право получить информацию двух видов. Первое. Кто торгует? Это небольшая вывеска, что это торгующее предприятие, название и его адрес. И вторая информация – это информация о продукте. Разумеется, такую информацию вы можете получить у продавца. Скажите, пожалуйста, когда начинается гарантия на весеннюю обувь? Если товар имеет признак сезонности, то гарантийный срок на данный товар наступает в связи с тем постановлением правительства, которое принято на данной территории. В нашей территории, на территории Нижегородской области, постановлением губернатора весенний срок установлен с 1 марта. Программа Национальной системы сертификации набирает обороты. И чтобы подтвердить эти слова, достаточно заглянуть в ближайший магазин. Уже сегодня из продуктов, которые стали участниками Национальной системы сертификации, можно собрать приличную продуктовую корзину. Тут и макароны, и куриные яйца, и молоко, и творог, и, конечно же, хлеб. Товары участники Национальной системы сертификации не только без проблем проходят испытания в лабораториях. Их высокое качество отмечается на крупных всероссийских конкурсах. Например, совсем недавно победителем конкурса «Лучший хлеб России» был признан Нижегородский хлеб. А точнее, три вида хлеба участники Национальной системы сертификации. Как раз три наших изделия были представлены на этот конкурс. Это хлеб «Дарницкий», хлеб «Старорусский» и батонами «Резные», которые завоевали Гран-при и стали лучшими хлебами России-2019. Дополнительный регулярный контроль продукции и производства, который предусмотрен в рамках Национальной системы сертификации, на этом предприятии никого не пугает. От потребителей и от специалистов ЦСМ Ростандарта в Нижегородской области здесь скрывать нечего. Хлебопекарную отрасль Нижегородской области представляет более 200 предприятий. Из них 50 крупных хлебзаводов. Так как на этом рынке очень сильные конкуренции, предприятия постоянно меняют технологию, усовершенствуют технологию, приобретают новое оборудование. Подтверждением этого стало Гран-при, который получил наше предприятие «Акционерное общество хлеб» на прошедшем конкурсе «Лучший хлеб России». Больше половины хлебной продукции, производимой на территории Нижегородской области, входит в Национальную систему сертификации. Это лишний раз подтверждает, что предприятия хлебопекарной промышленности имеют высокую социальную ответственность и тщательно следят за качеством своей продукции. То, что программа работает, отметили уже не только эксперты. Рядовые потребители стали обращать внимание на знак Национальной системы сертификации, на этикетке и искать специальные QR-коды. Я всегда обращаю внимание на знаки качества, на срок годности. QR-коды – это вроде очень удобно, сканируешь и сразу все в телефоне. Не только крупные предприятия, но и небольшие ИП могут стать участниками Национальной системы сертификации. Для этого достаточно выпускать качественную продукцию по ГОСТу. Заявку на участие можно оставить на этом сайте. В апреле 2019 года ЦСМ Ростандарта в Нижегородской области проводил социальную акцию «Качественный шиномонтаж». 12 шиномонтажных мастерских Нижнего Новгорода уже подали заявку на бесплатную проверку балансировочных стендов в рамках социальной программы «Качественный шиномонтаж». Акция проводилась в этом году с 1 по 12 апреля сотрудниками ЦСМ Ростандарта в Нижегородской области. К сожалению, не все станки прошли проверку. Мы готовы оказать услугу по их регулировке, либо привлечь сервисную станцию и потом проверить еще раз. После того, когда они проверены, начинают работать правильно, мы вручаем такой стикер. У нас на сайте работает интерактивная карта. Все шиномонтажи автосервисы, которые прошли проверку, будут там отмечены. Балансировочные станции, как и любое точное оборудование, нуждаются в регулярной проверке. Такую информацию стараются донести сотрудники Центра до владельцев шиномонтажных мастерских и простых автолюбителей. Неточность балансировочных стендов грозит неточной балансировкой колес. Впоследствии повышается износ управления деталей подвески. Вообще мы приветствуем такие акции, потому что забота о клиентах на сегодняшний момент – это первостепенная задача. Такую инициативу Центра поддерживают не только владельцы шиномонтажных мастерских, но и рядовые автолюбители. Узнать качество – это значит какая-то гарантия. Гарантия качества услуг. Первая акция – качественный шиномонтаж – уже завершена, и заявки больше не принимаются. Но, как нас заверили в ЦСМ Ростандарта в Нижегородской области, она будет проводиться регулярно в весенние и осенние периоды. На связи со студией Денис Миронов, директор ЦСМ Ростандарта в Нижегородской области. Денис Евгеньевич, добрый день. Здравствуйте, Татьяна. Подскажите, пожалуйста, все ли продукты успешно прошли испытания? Не все продукты успешно прошли испытания. Два по ГОСТу прошли испытания, там все нормально. Не прошел один образец, произведенный по ГОСТу, один по техническим условиям. Образец, произведенный по техническим условиям, творог обезжиренный, однако мы там обнаружили 36% растительного жира. По трем образцам яиц. Один из образцов не прошел испытания по чистоте скорлупы. Денис Евгеньевич, большое спасибо за ответы. Надеюсь, наши советы и результаты исследований помогут вам выбрать качественный творог и куриные яйца. В преддверии светлого праздника Пасхи и каждый день. До свидания, встретимся ровно через месяц.